Только вот мы смотрели новый вышедший эпизод Хак Сан, как вот уже глупо публиковал тизер и трейлер новой девятнадцатой серии по хронологии четвертого сезона, Симпл Мэн. Имя злодея можно перевести как упроститель, им станет Дэд Маринет. К слову, это самая свежая серия на данный момент по хронологии, идущая после исполнителя желаний, где Лука узнал тайны личности наших героев разом. Это просто нужно сдержать на уме на всякий случай. Ну что же, нам приготовил данный эпизод. Отрывок начала данной серии нам показали ещё очень давно, но чего-то информативного и интересного было трудно там найти. Ну раз уже у нас имеется уже почти весь слитый эпизод, этим глупом начнём разбор. Тема такая, Маринет снова нянчится с детьми, на этот раз комбо Элла, Эмма и Манон. Позже присоединится ещё и Крис. Понятное дело, что они как всегда бесятся в комнате Маринки, однако у нашей героини ведь появились теперь в наличии шкатулка чудес, которую она хранит дома в коробочке. И ты не можешь нигде пристроить азартных детишек так, чтобы они не видели квами, шкатулку и всё секретное. Но весь этот хаос нарушает звонок и адренагреста Маринет, у которой самой в этот момент хаос появляется в голове. Тот летает над Эльфиревой башней. Да, Андрюха летает над башней, на высоте около 150 метров на тростиках. Как бы для этого не имеется хромакей и павильон с каскадёрами, но наша Андрюха не из рук. И вообще полетать очень любят. Том Круз где-то парит в сторонке. И видимо во время одного из таких полётов у него ломается декоративное крыло, которое может починить Маринка, мастер на все руки. Тот ей звонит и просит о маленькой просьбе. И та не может отказать. Детей сбагривает своему дедуле, с которым мы знакомы ещё с начала третьего сезона. Тот соглашается и остаётся с детьми, с которым он не может справиться. Ведь вряд ли у него в жизни на шее были столь шумные дети. Или это было действительно очень давно. И в эмоциях недопонимания барашника коммунизируют его. На основе того, что в жизни всё стало слишком трудно и нужно упростить. Дет соглашается и становится злодеем-упростителем, с костюмом каким-то супергероем Франции. Это странно, без суперспособности никак не связано с Францией лично. Но возможно этот дизайн выбрал лично дед, ведь он патриот своей страны. Маринет помогает Андрюхе и вскоре они выступают в бой со злодеем. И вот же в какой раз попадает под влияние сил злодея. К слову и правда, в четвёртом сезоне герои слишком часто стали попадать под удары злодеев. Неужели силы тёмного бражника и впрямь стали мощнее? Или просто герои стали менее осторожные? Мол, защитный барьер сценариста. Но вот так получается, что оба герои становятся более простыми что ли. Драться у них не получается. И они собираются в общем-то забить на всё и снять талисманы. Дабы простить себе жизнь и не париться. И вот они уже снимают талисманы и... Что же будет дальше? Неужели тайна личности раскрыта? Это было бы интересно. Но Глуп, блин, как всегда, всё проспойлеровал ещё в тизере. Вообще никакой интриги. Всё рассказали. Да, наших героев спасут те самые девчата и Крис. За которым, наверное, также проглядывал Маринет. И дав себя раскрыть. Поступили правильно по совести. Но Глуп даже не дал интрижки в трейлеры, блин. И это действительно грустно. Странно, что Глуп в трейлер титры не показал серии. Вот такой очередной эпизод. 19 серия не является очень важной для развития сюжета 4 сезона. Подробнее об этом в данном видео на тайм-коде 1 минута 55 секунд. Но это не означает, что серия будет плохой. Радует на самом деле, что в 4 сезоне уже активно подключены в сюжетную линию окружения героев. Если раньше это были второстепенные персонажи, особо не влияющие на сюжет. То в данный момент много старых персонажей плотно задействованы в сюжет и в его развитии. Не считаете ли вы так? Также хочу напомнить, что на моём канале появилась кнопочка спонсорства. Нажмите и узнаете, что это вообще такое. Если вы хотите. Сильвупли. А на этом я заканчиваю. Ждём новую серию. А также вскоре начало марафона по Лиди Ляпу на моём канале. До новых встреч, ребзя. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова